Российская газета опубликовала предварительные результаты всероссийской переписи населения. Со времен последней переписи 2010 года россиян стало больше почти на 2 миллиона. Основной причиной этого явления исследователи считают миграционный прирост на фоне естественной убыли населения практически в течение всего межпереписного периода. В любом случае, когда население растет, это говорит о том, что относительно экономическая стабильность была до того периода времени, когда был рост населения. То есть, соответственно, люди начинают рожать детей, когда они уверены в будущем. Это говорит о том, что в городах люди более информированы о тех программах, которые есть у государства, о программах поддержки. То есть, соответственно, это выплаты, это социальные пособия, это материнский капитал и так далее. В результате опроса выяснилось, что список городов-миллионников пополнили Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж. Эксперты отмечают, население России продолжает концентрироваться в крупных городах и их агломерациях. При этом наблюдается мощный отток граждан из дальневосточных регионов. Ну, тут тоже есть определенное предположение, когда люди откуда-то уезжают, значит, что это явно не нравится. И также по результатам статистики мы узнали, что из дальневосточного федерального округа уехало 16,5 тысяч человек. В Хабаровске жилье стоит 100 тысяч рублей за квадратный метр. То есть это действительно примерно как в Москве. То есть, соответственно, что есть такое понятие, как догоняющая бедность. То есть люди не успевают зарабатывать много, чтобы поддерживать свой уровень благосостояния. До конца текущего года Росстат ежемесячно будет выпускать окончательные итоги по разным темам и направлениям. Федеральная служба государственной статистики уделит особое внимание полувозрастному составу образованию и национальности граждан. Окончательная численность населения по стране будет получена в июне. Маргарита Михайлова, Универньюс.